Хэй, ребят! Всем привет! С вами я, Майк Вином, и это канал Пиксель. И мы тут ненадолго, ведь сегодня у нас обжор, а конкретно у нас будет обжор на такую лапшу. Сейчас попробую прочитать название. Ojinomoto Oyakata. Японская карри. Это стояло на полке с иностранной лапшой в магазине Лента. Стоит такой стаканчик 105 рублей за целых 90 грамм. В принципе, больше ничего сказать не могу, разве что, когда я увидел японскую карри, там было еще много других вкусов, но я на то время смотрел Naruto, и я... Вот как раз-таки у меня была та серия, там, где Рок Ли пробовал оживительную карри, и мне так захотелось взять для такого локального мема, если можно так сказать. Но все-таки... Я не знаю. Больше никакой другой причины нет, почему именно этот вкус. Здесь лапшу... Сейчас объясню. Нужно заваривать не так, как обычно, то есть бульон нужно будет слить. Открыть крышку, достать при этом соус, подождать 3 минуты, слить бульон, добавить соус. Соус, соус карри. И про состав я хотел сказать. Он тут реально огромный. О, прям вот очень. Где он тут? Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь строчек он занимает. Охренеть. Открываем эту полигированную хрень. Внутри мы видим, как раз таки, соус жиденький наш. И лапша сразу с овощами. Лапша такой плотный брикетик. Из овощей вижу зелень и морковку. Если в составе почитать, может, там еще что-то будет, но пока не знаю. Вода у меня уже закипела, сейчас я пойду заварю. Три минуты подожду. Думаю, это скучно будет показывать. Так что встретимся с вами уже на тот момент, когда я буду добавлять соус. Итак, ребят, прошло три минуты. Я думаю, что надо было включиться. Еще раз, три минуты прошло. Я пойду сливаю и добавляю соус. Итак, ребят, честно говоря, мне это уже немножко не нравится, потому что пока я сливал воду, очень много лапши, зелени вышло вот отсюда. И вот это все сейчас осталось на крышке. Вот прикиньте, вот если бедный студент, который придерживается мнения, что я заплатил за все, я буду есть за все, я должен вот это все сейчас обратно вот так скрипнуть, потому что это все влажное, прилипло к пластику и просто так не отлипнет. Вот прикиньте, вот если бы я вот так вот сидел, как я сейчас сижу, но я бы так обычно не сидел, да, кого я обманывал. И вот так вот все обратно возвращал. Кстати, хочу сказать то, что вот как разварились как все тут разварилось, так я понял, что тут помимо лука есть еще и петрушка, скорее всего. Но все-таки лапша у нас уже готова, всю воду я слил. Еще раз повторюсь то, что зелень породевалась сквозь вот эти вот дырочки, ее довольно-таки много уж по с бульоном, с водой, это очень необычно, в которой они заваривались. И добавляем наконец-таки соус. Кари, я даже не знаю, чего от него ожидать. Пахнет, если честно, как от бульона. Ага, вот оно, вот, вот, вот потепло. Темно-коричневая такая, я бы даже на первый взгляд подумал, что это может быть какой-то копченый или разбавленный барбекю соус. И по запаху, о, вот оно полезло, полезло густое, запах мне напоминает какие-нибудь дорогие чипсы вот с каким-нибудь необычным вкусом. Взять тот же карри, то, что сейчас, по-моему, достаточно много продается и Принглс, и Лейс с карри, по крайней мере, недавно продавались, я точно помню, и какие-то ноунейм-компании, которые очень дорогие и кратко появляются, вернее, ненадолго появляются на российском рынке. И мне почему-то соус очень напоминает чипсы с вкусом крылышек Баффало. Я не знаю, что такое Баффало, но я помню, что есть такие чипсы, вернее, с таким вкусом. И вот это мне напоминает. Может быть, это, кстати, и есть карри. Итак, пытаюсь перемешать. И, блин, я помню, я смотрел Грилькова, и там он тоже делал обзор на какую-то лапшу. Нет, ну не на эту. Хотя на эту он, по-моему, может быть, и тоже делал. Что-то, не помню. И он там говорил, типа, ну, нормальный какой-то соус. А потом начал пробовать и понял, что соуса слишком мало для всей этой лапши. Кстати, кому интересно, лапши тут, ну, вот, она без бульона, поэтому могу показать. Вот столько, то есть чуть больше половины. Но это при том, что она разварилась от воды, она стала такой, побольше себя включает в состав воду. Сейчас вот так зелень всю соберу. Ну, окей. Оно все равно все не перемешалось. И вот я даже сейчас поднимаю. Вот с этой стороны кажется, что, о, хороший коричневый слой. Вот с этой она, вот я даже сейчас подниму, белым-белая. То есть, может быть, какой-то там слегка желтоватый на нее вот этот попал соус. Но не знаю. Запах, кстати, очень приятный. Чувствуется какой-то вот, какая-то знакомая спесь специй. Может быть, не знаю, там, холодильник, когда открываешь, на тебя падают эти специи с дверцы, вот, которые мама покупала по скейтке постоянно. Вот на это напоминает. И я, как всегда, свинтус, который все роняет. Ладно, давайте пробуем. Пока я все-таки не доел, начну немножко говорить о вкусе. Во-первых, нету тут такого, что... Знаете, вот, как я говорил, то, что перемешал, и где-то этого соуса вообще нет. Его, в принципе, нормально. Даже когда мало его попадается, он довольно-таки хорошо бьет. А когда его много, мне кажется, он чересчур соленый. Но это смотря от того, как вы перемешаете. Хотя тоже это заботы также и производители, потому что они предоставляют нам тару, в которой мы будем все это... Должны все это перемешивать. Вкус лапши, в принципе, нормальный. Но не сказать, что он какой-то необычный. Откуда 100... Тут цена 105 рублей, я не знаю, потому что, ладно, если бы это была импортная какая-то. Но тут официально, без наклеек, вот есть надписи на русском языке, лапша быстрого приготовления, аликата со вкусом карри. И, ну, типа, за импорт цена сразу отпадает. За что? Вот за эту крышечку можно мне без нее? Я туршлаг себе куплю. Или как? Короче, вот эту хрень металлическую с дырочками. Через нее буду воду сливать. Я не хочу платить больше денег за что-то непонятное. Причем, скажите, может быть, а вдруг состав натуральный? Нет, вот тут занимает 6 строчек. Если забыть, то сколько это стоит? В принципе, можно. Даже прикольно. Соус такой вот тоненький, вкусно, ощутимый. Все нормально, все гармонирует. Лапша мягенькая, успела за 3 минуты развариться. Овощей, правда, не чувствую, но, допустим, они тут есть. Хоть какая-то польза, может быть, витамины какие-то, если они там еще остались после всех этих манипуляций. Но вот то, что она без бульона, эта лапша, сразу сказывается на ней, потому что очень сухо. У меня есть очень сильное желание чем-то это запить. Причем желание из-за того, что оно сухое, из-за того, что оно соленое, запить обычной холодной водой. Не лимонадом каким-то, не чаем или кофе. Не знаю, там, не энергетиком, который я так сильно люблю. И вот я пока разговариваю, ее уже в 2 раза меньше стало. Понятное дело, я вырезаю моменты, когда я жую, потому что это не очень приятно выглядит. Если все время помнить о цене, то смотрите, когда я ем доширак за 40 рублей, то я его заварил, и я сижу вот из-за вот этой вот пластмассовой миски ем. Я ем, ем. Где-то остренько, где-то попадется вот это Наруто Маки, по-моему, так она называется. Где-то попадется Лавровый, ой, Лавровый, лист Нори. А где-то попадется вот этот катушек из соевого мяса. Это прикольно. А вот здесь вот я понимаю то, что я вот так возьму, съем, и я не могу избавиться от мысли, что даже вот эта вот часть, которую я немного взял, она чего-то достоила. Может быть, если я буду брать хорошие такие порции за раз, то, может быть, одна такая порция будет стоить, как, извиняюсь, лапша, собственно, торговой марки. Типа, ну, взял первое, что было по-другой. Вот 365 дней. Вот сколько ты скажешь? 7 рублей. Вот. Вот оно. 7 рублей или тут, или тут. А еще по вкусу хочу сказать то, что очень сильно это похоже на то, что если бы в плов, вот обычный плов, как, может быть, ваши родители готовят, может быть, вы где-то заказываете из ресторана какого-то, может быть, особенность национальной кухни у кого-то это. Но вот если вместо риса в плов добавить макароны, вот на что это будет похоже. Даже по запаху я вот сейчас понял, что это точно в плов. И так все, баночка абсолютно пустая от лапши. И что хочу сказать? Если кратко, то очень сухо и очень мало. Очень дорого. На этом все. Если говорить чуть по обширни, то, как я уже сказал, обычный плов, где вместо риса макароны, лапша вот эта вот. Назвать это японским карри, да нет, это вот вкус крылышек баффало, который есть в луковых колечках, которые за сколько? Ну, 27 рублей, по-моему, в пятерочке продавались. Сейчас уже не помню. Вот если вы думаете, что будет вот так же, как и здесь, нет, тут надо тогда раза в 4, наверное, больше вот этого соуса класть. Сам соус, да, не спорю, вкусный, но 105 рублей, я даже не знаю, даже если он будет по скидке в 50%, то есть за 50 рублей, я не куплю, потому что мне реально легче будет купить доширак. Я не помню, сколько он там весит, но даже если он весит 90 грамм, столько же, то там еще дополнительно идет бульон, который тоже до хрена идет по массе. И получается, я съедаю тарелку супа, ну, грубо говоря, около 300-400 грамм. Здесь же вот 90 грамм плюс соус, ну, я не знаю, он там идет, не идет, как весь продукт. Ну, даже если вдруг там воды напиталось, овощей, соуса добавить, то все, это будет 100 грамм. Это все равно очень мало, вот я сейчас съел, и я не доелся, я хочу еще, но первым делом я очень хочу запить, потому что, во-первых, соль, во-вторых, сукость самой лапши не рекомендую, хотя, в принципе, если вам кошелек позволяет, то почему бы нет? Но, в принципе, если вам с другой стороны кошелек позволяет, купите карри, купите лапши, отварите себе или закажите где-нибудь в нормальном ресторане, если вы уже хотите такое, не надо извращаться и делать, вот покупать что-то вот такое. Я этого говорю абсолютно нет, несмотря на то, что, в принципе, это в какой-то степени даже немного вкусно, необычно. Короче, не стоит, не покупайте, если у вас ограниченный бюджет, если хотите покупать что-то новенькое, может быть, да, окей, ладно. Но мой вертик таков. Короче говоря, всем удачной встречи. Пока!